Добрый день, дорогие друзья, гости канала. Рад всех вас приветствовать. Знаешь, смотрите, делал видео, обзор на канале на пистолет САС модель P210, калибр 4,5 мм. Вот такой вот красавец у нас, да. И я делал обзор на модель без блоубэка. Блоубэка. Это пистолет с блоубэком. То есть он будет сам себе заряжать при стрельбе, затвор будет передергиваться, отскакивать. Здесь есть небольшой дефект, был, прошу прощения, здесь был небольшой дефект. Человек сломал прицельную планку. Это, кстати, у этих пистолетов часто случается. Его даже если носить в родной коробке, все равно его можно кинуть, ударить. Прицельную планку получилось восстановить. Конечно, не такая, как заводская. Уже как бы попроще, да, вот такая пластиночка металлическая. То есть, как бы ничего такого сверхъестественного. Но все равно намного лучше, чем целиться просто по верхней вот этой вот пластинке. Плюс, помимо всего этого, данная планка, которую я восстановил, она регулируется. То есть, если мы будем крутить вот этот регулировочный винтик, который перемещает планку влево-вправо, то есть горизонтальная регулировка, у него сохранилась, она работает. То есть, крутя данный винт, мы переместим целик влево, либо вправо. Значит так. Дальше. Переместим целик влево, либо вправо. Значит, вверх-вниз регулировка также. Работает болт и крутим, оно регулируется. Магазин у нас в данном случае уже заряжен. Полный магазин. В начале видео на картинке вы видели характеристики пистолета. Они практически такие же, как и пистолеты без блоубека. За исключением того, что этот пистолет сам себя будет заряжать. Ну и, понятное дело, возможно, выстрел с одного баллона сделаем, ну, немножечко меньше, чем с того, который без блоубека. Ну, хотя, вы знаете, я бы не сказал. Мне кажется, у них одинаковый и настрел будет. Пистолет, ясное дело, не новый, короче. Но, как бы, для общего развития пойдет и такой. Он полностью рабочий, все работает. Баллончик заряжен, пульки заряжены. Я думаю, приступим к стрельбе. По мишеням у нас что получается? Две банки от пива висят подвешенные и одна баночка от кошачьего корма. Я думаю, что вы посмотрите на стрельбу, на работу пистолета этого вполне хватит. Приступим, да, скажем так. Здесь что? По органу, да, минутку. По органу управления. Все тоже, как и на без блоубека. Да, кстати, вот с правой стороны обзор. Ссылка на обзор пистолета без блоубека. Здесь пистолет с блоубеком. То есть предохранитель. Затворная задержка. Прицельная планка. Мушка. Затвор. Курок. Кнопка выброса магазина. Все. Ну и сам магазин. Вот такое краткое устройство. Калибр, стрельба, дальность, мощность. Здесь все, в принципе, такое же, как и у того, который без блоубека. Приступим к стрельбе, да. Вот так там. Мишеньки у нас, да, я думаю, увидите. В бумажную мишень на кучность. Ну, я отстреливать не знаю. Ну, давайте отстреляем и на кучность стрельнем. Вот эту мишень, которая левее немножко от меня. Ну, от меня левее, от вас, не знаю, правее, левее. Короче, большой, большой круг, да. Вот этот большой круг. Бумажная, квадратная маленькая бумажная посредине, да. Под баночкой. И чуть-чуть левее. Короче, левее от банок от пива. В нее давайте выстрела 3-4 сделаем. Давайте 5 выстрелов в верхний такой угол. Таким вот образом стрельнем. Значит, зарядим пистолет, да. Зарядим пистолет. Так, магазин это все. Так, это все установлено. Да, все на месте. Так, перезарядим пистолет. Значит, перезаряжаем. Пистолет у нас вот перезаряжен. Раз. Готов к стрельбе. Значит, снимаем с подогринителя. Значит, пока магазин полный, затронная задержка, видите, она внизу. Как патроны закончатся, вы видите, пистолет станет на затронную задержку. Ну и давайте, начнем, наверное, выстрелов 10, сделаем по баночкам. Давайте 12 по баночкам, а остальную в бумажку. Ну, давайте, слева направо. Раз. А, вот, видите, перестал там себе заряжать. Я уже, как бы, заряжаю его, как бы... То есть, он стрелял, стрелял с предварительного, а потом перестал там себе заряжать. Ну, быстро, если стрелять быстро, газ кончается. В расширительной камере заканчивается газ, и он с предварительного перестает стрелять. Ну, вот, как бы, давайте дальше. С предварительного. Вот, ага. Ну, наверное, заканчивается газ, потому что я уже, как бы, пострелял немножко с пистолета. Ну, ничего страшного. Ну, вот, дальше, видите, дальше заряжается. Вот, перестал. Так, что у нас по патронам осталось? Так, патронам осталось у нас ровно 3 штучки. Ну, 3 так 3, бок с ним. Давайте по бумажке 3 выстрелов сделаем. Глянем по кучности. Ну, и вот и все. Патрошки закончились, патрончики. Пистолет, видите, стал на затронную задержку. Вот такие вот движения. Снимаем затронные задержки. Выбрасываем магазин. А, ну. Мы, как бы, сняли затронные задержки. Выбросили в магазин. Вот так. Все, пистолет разобран. Так что, вот такие вот движения. Все. Большое спасибо за просмотр. А, да. Давайте глянем, что там у нас по мишеням. По мишеньке, прошу прощения. Опа. Сейчас глянем, что у нас по мишени здесь. Попали, нет. Куда попали и как попали. Ну, вот. Мы делали. Получается, что у нас. Мы делали 3 выстрела. Вот они все здесь, да. Вот. Один, второй, третий. Вот видите. Целился вот сюда. Попал вот сюда. Это о чем говорит? Вот сюда я попал. Это говорит о том, что газ уже немножко подустал. Да. Баллончик подустал, я так понимаю. И в связи с этим он немножко как бы начал занижать. Но все равно, как бы, я считаю, что результат довольно-таки достойный. Потому что бьет даже с слабеньким баллоном, бьет все равно довольно-таки кучно. То есть, если возьмем 64-й, он так точно бить, наверное, не будет. Все равно будут разрывы, отлеты. Я думаю, если бы мы выстрелы в 10 сделали, возможно, били какой-то более... Может быть, были бы и здесь отрывы. Ну, хотя у данного оружия, я сомневаюсь, оно довольно-таки точное. Так же, как ПМ Уморекс, Кроссмон ТТшник. Вот. Так же это оружие стреляет довольно-таки точно. Вот. Ну, как бы все. Весь обзор. Все. Большое спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Жмите на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео на канале. Все. Всем большое спасибо. Пока. Продолжение следует...